Здравствуйте! В эфире телеканал СБС и радио СБС и ФМ Новости. В студии Лидия Молодцова. Вначале коротко о главном. США будут поощрять безопасность и развитие на Южном Кавказе. Продолжат поддерживать устойчивый и справедливый мир между Азербайджаном и Арменией. Об этом говорится в поздравительном послании президента США, направленном президенту Азербайджана по случаю Дня Независимости. СБС. Началось голосование граждан Турции, проживающих за рубежом во втором туре президентских выборов. Избирательный процесс стартовал и в Азербайджане. Участники саммита Лиги Арабских Государств подписали декларацию джиды. Лидеры арабских стран поприветствовали возвращение Сирии в лаг. Азербайджан Турции. Продолжат поддерживать устойчивый и справедливый мир между Азербайджаном и Арменией. Президент США выразил уверенность в дальнейшем усилении партнерства в предстоящем году, включая углубление сотрудничества в сфере безопасности и экономики. В Москве состоялись трехсторонние переговоры министров иностранных дел Азербайджана, России и Армении. Как заявил глава Митроссии Сергей Лавров, стороны провели обстоятельные переговоры и договорились о продолжении диалога. Джейхун Байрамов в очередной раз подчеркнул, что Баку последовательно выступает за процесс постконфликтной нормализации, скорейшем подписании мирного договора, а также открытие транспортных коммуникаций. Подробнее об этом мы поговорим с нашим гостем. К нам подключается Эльчин Алиоглум, главный редактор портала Мелли Ас. Эльчин Меллим, добрый день, здравствуйте. Приветствую вас, добрый день. Что ж, вчера состоялись очередные переговоры главы МИД Азербайджана и Армении, проверяя обстоятельный диалог. Вот как вы считаете, возможно ли подписание мирного договора уже в этом году, так как мы видим, что переговорные треки, они участились? Отписание мирного договора в этом году, оно неизбежно, потому что как со стороны Запада, так и со стороны России прикладывается немало усилий. Причем многие усилия, они видны невооруженным глазом, потому что все-таки этот договор, мирный договор, или же говоря комплементарным юридическим языком, договор о взаимопонимании и налаживании нормальных межгосударственных отношений был подписан. Потому что обе стороны, и Запад, и Россия стремятся к этому. Интересы России заключаются в том, чтобы ни в коем случае не уступить место главному модератору и главному посреднику между Азербайджаном и Арменией. Это подключает в себя и геостратегические, и тактические замыслы России. Тактические замыслы России заключаются в том, чтобы обезопасить себя от дальнейшей эскалации и увеличения напряженности в этом регионе. Во-первых. Во-вторых, каким-то образом нейтрализовать дипломатические и внешнеполитические усилия как со стороны Европейского Союза, так и со стороны Вашингтона. А в-третьих, и самое главное, Россия не хочет уступить в том, важный геостратегический узловой регион Запада. Именно поэтому господин Сергей Лавров пригласил глав МИД Азербайджаной и Армении в Москву. И именно под его патронажем, с его модераторством произошли те события, которые, я думаю, будут накладывать определенный положительный отпечаток на процессы, которые, подразумевая под собой, подписали, что он долгожданного мирного договора. Что касается Запада, Запад не намерен уступить пальму первенству в этом вопросе. И не случайно обращение господина Байдена как президента Азербайджана именно подчеркивается. Там красной линией лить мотивом идет мысль о том, что США и впредь будут поддерживать стремление к воцарению справедливости мира и спокойствия в Южном Кавкаде. США кровно заинтересованы в том, чтобы А. Армения, чтобы было фарватером США. И Д. Чтобы Азербайджан как надежный, стабильный партнер продолжил понять свои обязательства перед Европейским Союзом в вопросе диверсификации источников снабжения энергоносителей. Именно поэтому идет негласно, а иногда и зримая геополитическая борьба между Россией и США. Я думаю, что Азербайджан и впредь будут воспользоваться сложившейся ситуацией. В отличие от многих стран, мы избрали путь пошагового движения к цели. То есть мы, конечно, можем говорить о каких-то скачках в переговорном процессе. Но скачки происходят именно тогда, когда наблюдается определенная апатия или определенный затищий переговорный процесс. И любое движение вперед выдается за скачок. Но в нашем понимании, в нашем заключении мы не нуждаемся в этих скачках. Мы избрали тактику и стратегию медленного, но верного продвижения к своей цели. И нам не важно, где происходят переговоры – в Вашингтоне или в Брюсселе, в Москве. Независимо от координатов, независимо от географического местоположения. И самое главное – независимо от нарративных стремлений крупнейших игроков, которые пытаются давливать над сторонами конфликта, Азербайджан идет к своей цели. Цель не заключается в как будто усмирении Армении. Вовсе нет. Мы намерены наладить нормальные, добрососедские и взаимопонимающие. Особенно принципы взаимопонимания связи со всеми соседними. В том числе и… Но, увы, разъяснили, и у них 7-5 из на неделе. В понедельник господин Пашинян говорит одно, думает второе. В втором он делает третье, а в четверг он пытается объяснить свои поступки, исходя из четвертого варианта. Так что есть определенные трудности с устремлением, и точнее… будет решен положительно, потому что, несмотря на определенную проблему, которая есть между Азербайджанами и Арменией, мирный договор все-таки будет подпевать. Эльчин Мелем, вы меня слышите? Эльчин Мелем, вот главы МИД Азербайджана и Армении, они заявили о продолжении работы над проектом соглашения о мире и установлении межгосударственных отношений. Вот так же состоялся обмен мнениями касательно вопросов, по которым у сторон остаются разноклассия. Вот как вы считаете, о чем здесь именно идет речь? Речь идет о выполнении трех сторонов соглашений, заключенных в 2020 году. Это четвертый пункт, шестой пункт и девятый пункт. Россия акцентировала свое имя имя на девятом пункте, на зоинзоинзоинском коридоре, потому что зоинзоинзоинский коридор этот проект вносит жизненно важные значения для России, потому что подверженность со стороны Запада устрашающим, я не могу назвать иным словом, санкциям, и испытывая очень серьезные проблемы в планировании экономических связей и нарушении профильных связей со многими государствами, Россия нуждается в альтернативном маршруте экспорта своих продуктов и, самое главное, энергоносителей. В этом случае зоинзоинзоинский коридор является существенной панацеей для России. И Россия во что бы то ни стало будет добиваться того, чтобы зоинзоинзоинский коридор как можно скорее был реализован. А что касается четвертого пункта, Россия, да, будет всячески отодвигать вопрос нейтрализации вооруженных армянских бандформирований и террористических группировок на территории Азербайджана. Потому что, говоря латинской идиомой, нам надо искать, кому это выгодно. Это выгодно именно России, потому что тем больше таких группировки будут там действовать, и тем больше Россия будет говорить о мирных инициативах, о разоружении и тому подобное. Но этот сценарий не рабочий сценарий. Это сценарий колченогий сценарий, потому что Азербайджан никаким образом не согласится на существование определенных террористических диверсионных групп на своей территории. И самая глава России во время этой встречи попыталась надавить на Армению в вопросе ОДКБ, потому что Россия до сих пор желает и стремится к тому, чтобы контингент наблюдателей ОДКБ был размещен на условных границах, государственных границах между Азербайджаном и Арменией. Это подразумевает под собой не только наблюдательную и мониторинговую миссию, но и передачу Армении определенной военной техники, вооружения, а также курсы обучения для армянских пограничников. Но где Россия увидела армянских пограничников, конечно, это очень большой секрет, но я думаю, что Россия очень заинтересована в том, чтобы Армения отказалась от мониторинговой миссии Европейского Союза и восприняла предложение России как единственное верное. Но воспримет ли Армения это предложение, это по каждому времени. Хотя я не думаю, что Ереван согласится на предложение России. Эльчин Велим, по информации российской стороны, возможно, встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пушиняна в Москве в ближайшее время. Азербайджанский МИД пока не подтвердил данную информацию. Но все же, если встреча состоится, как вы считаете, чего стоит ждать от нее? Вопрос в том, что 24-25 мая в Москве будет проведен саммит Евразийского экономического сообщества. И во время этого саммита Никол Пушинян будет получать очередные целые указания со стороны Крымья. Выпоминит ли Пушинян эти указания, конечно, это под большим вопросом. Но несмотря на это, господин Сергей Лавров и президент России господин Владимир Путин будет всячески стремиться к тому, чтобы хоть как-то, в кавычках, утихомирить и Пушиняне обезопасить южно-тылы, южно-подбрюши России. Участие президента Азербайджана во время этого саммита и его предполагаемые переговоры с Пушиняном могут внести очень четкую и определенную ясность в вопросе подписания мирного договора, окончательного мирного договора. Потому что сам по себе мирный договор не что иное, как эта бумажка. Главное, чтобы его надо было исполнить. Потому что именно в этом случае он превратится в межгосударственный договор о взаимопонимании, нормализации отношений. Россия добивается именно этого. То есть, очень коротко говоря, Россия пытается вырваться вперед, опередить Запад на финишной прямой, на один корпус. Большое спасибо, что ответили на наши вопросы, уделили нам свое время. Спасибо вам. До свидания. Помню, что к нам подключался Эльчина Леоглу, главный редактор портала «Милиас». Продолжаем выпуск. Секретариат Организации Объединенных Наций распространил письмо общины Западного Азербайджана генеральному директору ЮНЕСКО Одри Азули, как официальный документ Совета Безопасности, Генеральной Ассамблеи и Экономического и Социального Совета ООН. Об этом сообщила представитель общины Ульвия Зульфигар. Обращение опубликовано на всех официальных языках международной организации. Распространение этого письма является важным шагом для внесения вопроса о разрушенном культурном наследии в Западном Азербайджане международную повестку дня. Государство-члены ООН получат более подробную информацию о наследии, которое было уничтожено на территории нынешней Армении или представлено как принадлежащее другим странам. Члены общины выразили глубокую обеспокоенность разрушением азербайджанского культурного наследия на территории Армении, повторив предыдущие обращения азербайджанской общественности в ЮНЕСКО, заявив о необходимости отправки миссии для мониторинга состояния азербайджанского культурного наследия в Армении. Это уже третий официальный документ общины, распространяемый в ООН. В январе текущего года в качестве официального документа международной организации были распространены обращения общиной к международной общественности, а в марте концепция возвращения. Граждане Турции за рубежом начали голосовать на президентских выборов, второй тур которых состоится 28 мая. Избирательные участки открылись в 73 странах мира. Вюллетени будут доставлены в Анкару в режиме повышенной безопасности. Процесс голосования начался и в Азербайджане. В турецком посольстве в Баку сейчас находится наш корреспондент Шамистан Мамедов. У него узнаем все подробности. Шамистан, здравствуй. Здравствуйте, коллеги. Да, вы правы. Голосование для граждан Турции в рамках президентских выборов началось и в Азербайджане. Избирательные участки открылись в 8 часов утра в целом. На территории Азербайджанской республики созданы 15 избирательных участков. Из них 9 размещены в Баку и по 3 в Гяндже и Нахчеване. Мы с утренних часов наблюдаем высокий уровень активности избирателей. Давайте же послушаем впечатления уже проголосовавших жителей. Ну, в принципе, долг каждого гражданина принимать участие. Ну, поэтому я с утра прошла, чтобы очереди не было спеть с утра пораньше. Во всех трех городах больших Азербайджана есть возможность голосовать. Плюс ко всему три дня достаточно до этого. Мы посчитали нужным прийти и отдать свои голоса ради будущего Турции. Мой выбор – Раджеп Таип Эрдоган. Выборы – гражданский долг каждого. Мы этот долг выполнили. Я поддерживаю Раджеп Таипа Эрдогана. Подобный лидер бывает раз в сто лет. Надеюсь, что он одержит победу. На избирательных участках мы наблюдаем многочисленных независимых наблюдателей, а также наблюдателей от различных политических партий. Я напомню, что в Азербайджане избирательным правом обладают свыше 11 тысяч граждан Турции. Дай Бог, воля турецкого народа определит исход выборов. Пусть следующий президент принесет стране еще лучшие дни. Это самое главное. Мы ждем новых успехов. Мы здесь для будущего Турции. Мы прекрасно видим, какую роль наша страна сегодня играет на мировой арене. Некоторые государства хотят ослабления Турции. Они положили глаз на турецкие территории. Мы пришли голосовать за достойного кандидата. Что касается выбора между Эрдоганом и Клачдар-Оглу, то я на стороне первого. Ведь Клачдар-Оглу хочет раздробление страны. Я напомню, что в первом туре на зарубежных участках выборов победил действующий президент Турции Реджептей Эрдоган. Так, Эрдоган набрал больше 54% голосов против 42% голосов у его основного соперника. Речь идет о лидере оппозиции, турецкой оппозиции Кямала Клачдар-Оглу. В целом, за рубежом зарегистрированы более 3 миллионов избирателей. И в первом туре за рубежом приняли участие более полтора миллионов граждан Турции. А сами президентские выборы в Турции уже состоятся 28 мая. Это второй тур президентских выборов. И граждане Турции сделают выбор между действующим президентом Турции Реджептейм Эрдоганом, а также главой турецкой оппозиции Кямалом Клачдар-Оглу. На этом у нас все, студия. Большое спасибо, Шамистан. К нам подключался наш коллега Шамистан Мамедов. Запад далек от сбалансированной позиции по отношению к России. Об этом заявил президент Турции Реджептей Эрдоган в интервью телеканалу CNN. Он подчеркнул, что в вопросе отношений с Москвой западным странам стоило бы придерживаться той же позиции, что и Анкария. И все это. Я считаю, что политика Запада по отношению к России далека от сбалансированной. Западные страны могли бы придерживаться той же позиции по продвижению отношений с Москвой, что и мы. Яркий тому пример – зерновая сделка. На сегодняшний день Черноморская инициатива покрывает нужды не только стран Запада, но и африканских государств. Этого прогресса удалось достичь именно благодаря особому уровню отношений с господином Путиным. В конце апреля текущего года в Стамбуле прошел ежегодный фестиваль авиации и космических технологий «Технофест». В нынешнем году он открыл свои двери для любителей науки и технологий в седьмой раз. О высоком статусе данного фестиваля свидетельствует и тот факт, что в нем приняли участие президенты Турции и Азербайджана. В рамках фестиваля состоялось еще одно важное мероприятие – Стамбульская международная ярмарка изобретений, одним из триумфаторов которой стал наш соотечественник Джейхун Халилов. Одним из триумфаторов международной ярмарки изобретений ИСИВ-23, проходившей в Стамбуле в рамках фестиваля «Технофест», стал азербайджанец Джейхун Халилов. Запатентованный изобретателем инверторный стабилизатор напряжения нового поколения, был признан лучшим зарубежным изобретением, завоевал первое место и был награжден золотой медалью Всемирной Организации Интеллектуальной Собственности ИСИВ. Наше изобретение называется инверторный стабилизатор, то есть электрический стабилизатор. Новый вид стабилизатора представляет собой совокупность новых альтернативных способов получения энергии. Уже тогда, три года назад, я проводил полупромышленные испытания новых возобновляемых источников энергии. В сферу испытаний входили также инверторные стабилизаторы, автономные лампы и инверторные активные фильтры. Наверняка мало кто слышал о таких бестопливных и стабильных источниках альтернативной энергии, как радиантный генератор, использует энергию Земли, щёточный генератор, вырабатывающий мощные электрические импульсы, генератор тепло-холод для получения воды, автономных холодильных камер, охлаждение крупных торговых помещений, а также получение электрической и механической мощностей. Стоит отметить, что инверторный стабилизатор напряжения – это далеко не единственное изобретение Джейхуна Халилова. Им был разработан прибор, который помог устанавливать связь с людьми под завалами на глубине до 16 метров. Как только Джейхун услышал о катастрофе в Турции, он обратился с просьбой включить его в состав спасателей, готовящихся к отправке в зону бедствия. В 8 феврале я уже находился в Кахраман-Мараша, где принял участие в поисково-спасательной операции в составе бригады Ассоциации Башер. Разработанный мною прибор имеет большие возможности, оснащён двумя камерами и диктофоном. Для близких расстояний используется эндоскопическая камера, для более дальних точек – гигрокамера. Когда удаётся найти живого человека, он с помощью диктофона узнаёт, есть ли рядом ещё люди. Благодаря этому прибору под завалами были обнаружены спасены 14 человек. В Турции в те самые тяжёлые дни после разрушительных землетрясений Джейхун стал героем. О нём писали практически все турецкие СМИ. Талантливый изобретатель Джейхун Халилов надеется, что его открытия привлекут внимание соответствующих государственных структур, а его стартап-проекты вызовут интерес инвесторов и принесут пользу Азербайджану. Пяри Дюня Малеева, CBC. Жители Грузии провели очередную акцию протеста в Тбилиси. против возобновления авиасообщения между Россией и Грузией. Участники акции, собравшегося у здания парламента, заявили, что возобновление полётов в Россию грозит Грузии отказом в предоставлении Брюсселем статуса кандидата на вступление в Евросоюз. Президент Грузии Соломи Зарубашвили также выразила недовольство возобновлением авиасообщения между двумя странами. Несмотря на сопротивление грузинского народа, Россия посадила свой нежелательный рейс в Тбилиси. Нет полётом в Россию, написала она в социальной сети Twitter. При этом премьер-министр Грузии Ирак Лигарибашвили заявил, что возобновление прямых авиарейсов с Российской Федерации в интересах страны. Ранее акция протеста состоялась у здания Тбилисского международного аэропорта. Сотрудники полиции задержали шестерых протестующих. В Иране привели в действие смертный приговор в отношении трёх человек, участвовавших в общенациональных антиправительственных протестах в прошлом году. Об этом сообщает государственное информационное агентство ИРНА. Все трое были осуждены за причастность к стрельбе во время протестов в ноябре 2022 года в Исфахане, в результате которой погибли сотрудники службы безопасности. Сообщается, что обвиняемые имели связь с террористической группировкой Муфакин. По информации правозащитной организации, обвиняемых пытали и осудили несправедливо. По подсчётам Ирана, Human Rights с начала этого года в Исламской республике приведены в исполнение свыше 200 смертных приговоров, в прошлом году 582. Иран охватил протесты после смерти 22-летней курдской иранки Масхе Амини, задержанной полицией нравов в сентябре прошлого года из-за неправильного ношения хиджаба. Восстановление связи между Ираном и Саудовской Аравией не помешает перспективам нормализации отношений Израиля с Саудовским королевством. Рано или поздно они будут налажены. Об этом сообщил глава МИД еврейского государства Эли Коэн в интервью местному изданию. По мнению Коэна, недавнее восстановление отношений между Эль-Риадом и Тегераном не должно помешать налаживанию израильско-саудовских связей. По его словам, Иран и Саудовская Аравия демонстрируют лишь видимость сближения. Как отмечает издание, премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяхо обозначил нормализацию отношений с Саудовской Аравией в качестве приоритетной задачи. Еще 10 марта Иран и Саудовская Аравия договорились о восстановлении дипломатических отношений и возобновлении работы посольств в течение двух месяцев. Представители двух стран несколько дней вели в Пекине переговоры, по итогам которых было подготовлено заявление, в котором стороны выразили приверженность принципам суверенитета и невмешательства во внутренние дела друг друга. Было принято решение возобновить сотрудничество в сфере торговли, экономики, культуры, науки и технологий. Участники саммита Лиги арабских государств подписали декларацию Джиды. В ней содержится предложение по Палестино-израильскому регулированию ситуации в Судане, Йемене, Ливии и Ливане. Участники саммита отвергают вмешательство иностранных государств во внутренние дела арабских стран, поскольку это лишь усиливает страдания людей. В документе содержится приветствие Вады Сирии, участие которой в саммите было восстановлено после многолетнего перерыва. Лидеры арабских государств выразили надежду на то, что возвращение Дамаска к участию международной организации послужит во благо стабильности и единства в Сирии. В декларации говорится, что страны должны предпринять более интенсивные усилия для того, чтобы помочь Сирии справиться с кризисом. Возвращение Сирии в Лигу арабских государств имеет большое значение для активизации регионального сотрудничества на Ближнем Востоке и предлагает комплексное и устойчивое решение сирийского кризиса. По мнению экспертов, Лига арабских государств сыграет важную роль в оказании помощи Сирии в решении ее экономических трудностей, гуманитарных проблем и возвращении сирийских беженцев. «С возвращением Сирии в Лигу арабских государств будет по-настоящему реализовано единство арабских стран. Это новая реальность и новая ситуация. После этого отношения между странами региона станут более тесными и крепкими, благодаря чему они будут наращиваться, укрепляться и восстанавливаться, а также будут взаимодействовать в экономической, политической и социальной сферах». Число погибших в результате наводнения на севере Италии выросло до 14 человек. В регионе Эмилия-Руманья не прекращаются дожди. Ливни спровоцировали наводнения и оползни. Более 20 рек вышли из берегов, затопив целые города. Десятки тысяч жителей эвакуированы. Затоплены дороги. Спасательные команды продолжают поиск выживших. Во многих городах пострадавшего региона работают мобильные кухни, которые обеспечивают людей горячей пищей. Там, где вода немного спала, люди начинают проводить в порядок свои дома. Хотя многие жители по-прежнему не могут выйти на улицу из-за высокого уровня воды. В самой Равене ливень не прекращается. И мэр города сообщил о катастрофической ситуации в поселках окружающих город. Там велика опасность оползней, а спасателей крайне трудно добраться в эти районы. Всего за 36 часов на севере Италии выпала полугодовая норма осадков, а причиненный ущерб оценивается в миллиарды евро. Субтитры создавал DimaTorzok Эксперты уже сейчас называют главной тригой 2024 года, предстоящей в ноябре выборы президента США. Они станут 60-ми по счету выборами президента Америки. Основные кандидаты – представители двух крупных партий. Демократической и республиканцей. По традиции кандидаты выдвигаются в ходе внутрипартийных выборов. В ряду кандидатов на пост следующего президента Соединенных Штатов Америки – пополнение. Губернатор американского штата Флорида Рон Десантис намерен принять участие в президентской гонке. Об этом сообщает The Wall Street Journal. По сведениям издания, помимо подачи заявки в Федеральную избирательную комиссию США, на следующей неделе команда Десантиса проведет мероприятие по сбору средств на предвыборную компанию. Рон Десантис является республиканцем. Он возглавляет Флориду с 2019 года. До этого был членом Палаты представителей США. Ранее губернатор Флориды заявлял, что республиканская партия должна представить позитивную альтернативу действующему президенту США Джо Байдену на выборах 2024 года. По его словам, если республиканцы справятся с этой задачей, то они смогут одержать победу. По мнению многих американских СМИ, Десантис является основным соперником бывшего президента Соединенных Штатов Дональда Трампа на предстоящих выборах. Многие ожидают, что Рон Десантис станет самым серьезным соперником Дональда Трампа от республиканцев. Опросы показывают, что губернатор Флориды, который, кстати, до сих пор еще не объявил свою кандидатуру, возможно, достиг своего пика популярности слишком рано и теперь отстает от Трампа, выдыхаясь из-за различных споров, таких как урегулирование государственного спора с компанией Дисней. Ники Хейни, кажется, стремится занять пост вице-президента с любым ведущим кандидатом, который этот пост предложит. У нее есть послужной список кувырков политических, что не вызвало у нее симпатии большинства республиканцев. Семь человек уже выдвинули свои кандидатуры от республиканской партии. Среди них Дональд Трамп, бывший постоянный представитель США при ООН Ники Хейли, губернатор Арканзаса Аса Хатчинсон, бизнесмены Перри Джонсон Виви Крамасвами, Райан Бинкли и радиоведущий Ларри Элдер. Десантис считается одним из главных соперников 45-го президента США Дональда Трампа. При этом в марте опрос телеканала Fox News показал, что Трамп лидирует в борьбе за выдвижение кандидатом от республиканской партии на следующих выборах президента страны. Опрос общественного мнения указывает на то, что он более чем в два раза обходит ближайшего соперника Рона Десантиса. Поддержать экс-главу государства в борьбе за право стать кандидатом от партии готовы 54% опрошенных. У Десантиса эта цифра составляет 24%. Остальные вероятные кандидаты не преодолевают рубежа в 10%. Есть предположение, что Байден был вынужден баллотироваться, поскольку компания ожидает, что Трамп станет кандидатом от республиканцев и что на данном этапе Трампу можно победить и что Байден и Харрис контролируются бывшими аппаратчиками Обама, которые якобы руководят многими решениями администрации за кулисами. Ожидается, что главный межпартийный соперник Байдена Роберт Кеннеди-младший не будет иметь большого значения, поскольку его поддерживает маргинальное меньшинство демократов. И даже если некоторые республиканцы перерегистрируются для того, чтобы подтолкнуть его внутри партии, Байден, скорее всего, легко победит известного теоретика заговора против вакцинации, который также связан с радикальными организациями. Согласно последнему опросу Reuters Ipsos, действующий президент США Джо Байден продолжает сохранять преимущества над потенциальными соперниками-республиканцами Дональдом Трампом и Роном Десантисом с приближением президентских выборов в Штатах в 2024 году. 49% зарегистрированных республиканцев поддержали Трампа, что более чем вдвое превышает 21% поддержки Десантиса. Бывшего вице-президента Майка Пенса поддержали 5% республиканцев, а бывшего губернатора Южной Каролины Никки Хейли, бизнесмена Вивина Рамасвами и других потенциальных кандидатов еще меньше. Всего в новом опросе приняли участие 4410 взрослых американцев по всей стране. Уверенным в том, что он бросит вызов нынешним потенциальным кандидатам является сенатор Тим Скотт из Южной Каролины. Были предположения также, что сенаторы Том Каттен и Тед Круз также могут присоединиться в зависимости от динамики Трампа и Десантиса. Однако совершенно очевидно, что самые серьезные кандидаты занимают выжидательную позицию из-за значительного и растущего лидерства Трампа над Десантисом и сильной поддержки Трампа со стороны республиканских функционеров, которых он поддерживал и которые могут склонить компанию Трампа в его пользу самим своим участием. Президентские выборы в США пройдут 5 ноября 2024 года, на которых изберут 47-го американского лидера. Согласно Конституции США, в выборах президента может участвовать гражданин Соединенных Штатов не моложе 35 лет. Кандидаты выдвигаются от своих политических партий по результатам праймарис. Ранее действующий президент заявлял о том, что будет добиваться переизбрания на высший государственный пост. Трамп заявил о вступлении в предвыборную гонку в ноябре 2022 года. Переду Немалеева, Сибиси. Посол Казахстана в Китае выразил надежду на то, что его страна будет развивать более глубокое и долгосрочное сотрудничество с Китаем. Типломат заявил, что до нынешнего времени Казахстан и Китай успели наладить двустороннее взаимодействие, в том числе в рамках инициативы «Один пояс – один путь». Китай является одним из крупнейших торговых партнеров Казахстана с удельным весом 18%. Эксперты и аналитики отмечают, что в будущие годы этот показатель будет больше возрастать, и страны будут сотрудничать в самых разных областях. Казахстан надеется на более глубокое и долгосрочное сотрудничество с Китаем в рамках инициативы «Один пояс – один путь». Об этом заявил посол Казахстана в Китае Шахрат Нурышев. Дипломат подчеркнул, что на сегодняшний день между странами развито сотрудничество во многих сферах. Объем грузоперевозок между Китаем и Казахстаном в 2022 году достиг рекордных 23 миллион тонн, что на 15% больше, чем годом ранее. Также увеличился экспорт нефтепродуктов в таре и продуктов переработки более чем в шесть раз. По оценке ряда крупных международных транспортных и экспедиторских компаний, в 2023 году ожидается взрывной рост грузовых железнодорожных перевозок Китай-Европа-Китай, в том числе большая часть через территорию Казахстана. У нас действительно намечается довольно-таки углубленное экономическое взаимодействие, все больше экономическая интеграция. Постепенно Казахстан ориентируется на китайский, можно сказать, шире на азиатско-тихоокеанский рынок через Китай. С той стороны мы получаем инвестиции для развития нашего обрабатывающего производства, что очень важно, потому что мы таким образом повышаем сложность нашей продукции, при этом используя наши преимущества. СНПС является крупнейшим поставщиком нефти на наши нефтеперерабатывающие заводы. По сути, СНПС является такой важной системообразующей частью казахстанской экономики. Сотрудничество Китая и Казахстана происходит и в агросекторе. Министр сельского хозяйства Казахстана заявил, что его страна намерена развивать прямые контакты с двумя крупнейшими китайскими инвестиционными компаниями. и с их помощью осуществлять поставки зерновых через казахстанские компании. По мнению экспертов, именно агропромышленный сектор Казахстана может стать самым востребованным на китайских рынках. Сейчас в Казахстане очень сильно развивается сельское хозяйство, агроиндустрия, поэтому все, что производят казахстанские фермеры, оно все абсолютно, я думаю, может быть экспортировано и один только Китай может потреблять все, что выращивают наши фермеры. Поэтому, конечно же, Китай для нас является огромным рынком, и Китай мог бы стать таким драйвером для развития Казахстана и всех его отраслей экономики. В настоящее время динамичный рост подкрепляется новыми, в том числе несырьевыми, товарными позициями. Исходя из этого, Казахстан намерен увеличить экспорт продукции в Китае по 135 видам товаров на 1 миллиард долларов. В целом намечается довольно крепкое взаимодействие, но я бы не стал зацикливаться только на нем, потому что на самом деле процесс более широкий, чем просто экономика. Это процесс в целом, скажем так, нового постулирования Китая и не только в регионе, но вообще в целом в мире. Китай наконец вышел из своей пандемии с уже изменившимся подходом к миру. В последнее время в Китае, видимо, видят, что Соединенные Штаты разрушают этот собственный созданный ими же мировой порядок. Пытаясь раньше его ремонтировать, Китай сейчас постепенно приходит к тому, что, видимо, нужно строить свой, конструировать свой миропорядок. С 2015 года число стран-участниц инициативы увеличилось с 60 до 150 государств. На территории мегапроекта сосредоточены богатые запасы ресурсов. Проживает 63% населения планеты, а его предположительный экономический объем составляет 21 триллион долларов. «Один пояс, один путь» – это масштабная инфраструктурная и экономическая инициатива, запущенная Китаем в 2013 году. Она предполагает создание широкой сети транспортных и коммуникационных инфраструктур, соединяющих Китай с другими странами Азии, Европы и Африки. Основной целью программы является повышение торговли, инвестиций и экономического развития. Эллада Мамедова, CBC. Министерство по чрезвычайным ситуациям провело широкомасштабные оперативно-тактические учения в Энской воинской части в Обширонском районе под девизом «легче предотвратить инцидент, чем ликвидировать его последствия». Переприятие прошло в рамках года Гейдара Алиева. В честь столетия со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева Министерство по чрезвычайным ситуациям организовало оперативно-тактические учения с участием пожарно-спасательных служб Министерства. Прошедшие под девизом «легче предотвратить инцидент, чем ликвидировать его последствия после того, как он произошел». Учения прошли в Энской воинской части в Обширонском районе Баку. За их ходом наблюдали министр по чрезвычайным ситуациям Азербайджана, генерал-полковник Амалятин Гейдаров, генеральный секретарь Международной организации гражданской обороны Нджупу Яб Мариату, министр безопасности Боснии и Герцеговины Ненат Нешич и другие официальные лица. Изначально они ознакомились с учебно-воспитательным центром МЧС, техникой и снаряжением пожарно-спасательных органов МЧС и коммуникаций, задействованных в оперативно-тактической подготовке, мобильным полевым госпиталем и палаточным городком. В ходе практической части оперативно-тактических учений были продемонстрированы навыки оказания первой помощи и спасения людей, пострадавших в результате стихийных бедствий, оказания им первой медицинской помощи, ликвидации последствий аварий, тушения пожаров и другие экстренные мероприятия. Всего в учениях было задействовано 445 человек личного состава, 72 единицы техники различного назначения, 4 вертолёта и 3 обученные собаки. В частности, к ним была привлечена группа сотрудников и техника общества Красного полумесяца и объединение по управлению медицинскими территориальными подразделениями. Согласно переданной информации, также было обнаружено, что на территории района, где произошло ЧП, находился неизвестный предмет, похожий на взрывчатое вещество. На основании полученной разведывательной информации в настоящее время на место происшествия выезжает пиротехническая группа службы спасения для ликвидации неизвестного объекта. Основной целью учений было поддержание сил МЧС в состоянии повышенной готовности в отношении вопросов обеспечения безопасности жизни и деятельности граждан. Такой политики придерживался великий лидер азербайджанского народа Гейдар Алиев. Он всегда уделял особое внимание расширению возможностей межведомственного взаимодействия и управления при ликвидации чрезвычайных ситуаций. Это были все новости к этому часу. Всего доброго. До новых встреч.